Перед каждой семьёй воспитывающие малышей рано или поздно встает вопрос, как подготовить ребёнка к детскому саду. Многие родители с волнением ждут этого момента и начинают готовиться заранее к непростому периоду в жизни своего чада. Как помочь ему адаптироваться на новом этапе жизни с главными правилами родителей, готов познакомить детский психолог. Любой ребёнок при поступлении в детский сад непременно переживает стресс, связанный с адаптацией. Из-за возраста эта способность не очень развита, поэтому переход в абсолютно новую социальную среду никогда не проходит безболезненно. Родители должны заняться подготовкой своего чада за несколько месяцев до его поступления в дошкольное учреждение. Он останется без родителей, то есть он будет с чужими людьми для него вначале, будет оставаться в группе, без папы, без мамы. Поэтому очень важно всё это рассказать и обязательно проговорить, что их забирают вечером родители. Необходимо приучить малыша к самостоятельности. Ребёнок, владеющий простейшими навыками самообслуживания, адаптируется на порядок легче других. Ещё один очень важный момент – это распорядок дня. Если малыш не приучен к режиму, ему будет очень трудно заставлять себя кушать, спать и выходить на прогулку в строго определённый момент. Разузнайте заранее режим детского сада и за несколько месяцев до первого посещения постарайтесь дома начать его придерживаться. Очень важно, чтобы было максимально приближено меню – еда. Она должна быть знакома для ребёночка. Если его дома не кормят кашами, по крайней мере, первое время он может отказываться от еды. Это тоже, в общем, определённый стресс для ребёнка. Перед первым посещением обязательно нужно сводить ребёнка в сад несколько раз. В первый день можно обойти территорию, полюбоваться качелями, горками, рассмотреть играющих на прогулке ребят. По согласованию с воспитательницей можно посетить группу. Но, кроме того, нужно подготовить ребёнка с практической точки зрения. Малыш, не умеющий обслуживать себя сам, чувствует себя беспомощным и очень зависит от взрослых. Необходимы минимум его умений – самостоятельное одевание и раздевание, мытьё рук с мылом и использование горшка. Очень важно, чтобы ребёнок обладал навыками самообслуживания, скажем так, да, то есть элементарно, там, одеть носочки, футболочку, то, что в силах одеть. Это очень важно, потому что ребёнку так будет спокойнее, так будет комфортнее, нежели будут все одеваться, он будет каждый раз ждать. Не следует забывать, что в первые дни может быть всё благополучно, а трудности появятся через 2-3 недели или даже через месяц. Проявляйте в этот период максимум терпения, доброжелательности и не бойтесь идти на некоторые уступки. Самое главное – быть другом своему ребёнку. Доверие и взаимопонимание – основа прочных отношений, при которых малышу легче перенести любой стресс.